Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ай-яй-яй. Кажется, я должна поговорить с Регисом. Он стал слишком неосмотрительным. А ты, если хочешь совершить самоубийство, выбери способ попроще. Прыгни с моста, например. Я просто хочу поговорить. Поговорить? Ничего себе. Скрытый разорвет тебя, прежде чем ты откроешь рот. Это уже моя забота. Ты мне поможешь или нет? Хм... Мне тоже не нравится ситуация в городе. Но выдавать такую тайну ведьмаку... Кум. Знаешь что? Поехали со мной. Закончу свои дела, тогда и поговорим. Если бы я говорил с человеком, то сказал бы, что каждые минуты промедления еще одна смерть. Но на тебя это впечатление не произведет. Ни малейшего, откровенно говоря. Так куда мы едем? Недалеко. Видишь ли, я держу под Баклером такое... заведение. Приют, проще говоря. Птицы шепчут, что там случилось что-то недоброе. Сам понимаешь, учитывая обстоятельства, к этому надо отнестись серьезно. Да, даже очень. Поехали. Такой приют обходится тебе в целое состояние. Видишь ли, я питаю слабость к детям. В смысле? В таком, что... Погоди, чувствуешь? Кровь. Орно! 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 Что тут случилось? Где Орно? Говори! Прошу. Спокойно, малыш. Теперь все хорошо. Я так боялся, так боялся. Чего? Расскажи нам по порядку. Нас разбудили колокола, потом крики. Я спрятался под одеяло, чтобы не слышать, но было очень громко. И что-то стало стучать к крышу. Бум, бум, сильнее и сильнее. Тогда дядя Арно пришел и сказал, сидите тихо, тихонечко, и ничего не будет. Он их бросил, сукин сын. Бросил и сбежал. Кто такой этот Арно? Опекун. Он занимался приютом вместе с женой. За щедрую плату. Я их здесь не вижу. Не чую. Они уехали, а детей бросили, как приманку. Дядя Арно говорил, сидите тихо, как мышки, и чудовище не придет. Но оно пришло. Что было дальше? Бартыш, Нив, Мавра и другие убежали. Моя сестра Аня и я спрятались здесь, в комнате. Но Аня начала плакать. Я сажал ей рот и шептал. Долго, пока она не затихла. Хочешь сказать, ты ее... Не спрашивай. Я знаю уже достаточно. Да, я тоже. Что-то перебило моих детей. Я займусь малышом, его нельзя оставлять одного. А ты выследи эту скотину и принеси мне его голову. Тогда я помогу тебе найти скрытого. Этот мальчик ранен, его надо перевязать. Ни о чем не волнуйся, я им займусь. Ты уверена? У меня есть опыт в этих делах, хватит пяти минут, чтобы его... Иди. Хорошо. Я найду его. Отлично. За дело. Иди сюда, малыш. Я тебе спою. В поле спят мотыльки, Уж свернулся у реки. Только котик не спит, И в окно все глядит. Кто же от гули его защитит? Он их настиг, и след обрывается. Надо осмотреться. Раны паскудные. Ну, хоть недолго мучилась. Она разорвана на куски. Кровь высосана до последней капли. Здесь Гаркайн наелся. Значит, он залег где-то неподалеку, переваривая пищу. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приют был для тебя чем-то вроде винного погреба, да? Кладовкой! Дима Торзок Я пила кровь этих детей, да, это правда Но никогда не забирала столько, чтобы убить И многое даю им взамен Так что мне тебе еще и спасибо сказать, а? За такую заботу Забавно, что тебя так взволновала их судьба У ведьмаков детям лучше? Сколько мальчиков переживают испытания? Я не буду с тобой это обсуждать Тогда вернемся к делу Я сделал, что ты просила Этих детей убил Гаркаин Из тех, кого призвал Деплов Он должен был напасть на город, но запах детей, видимо, привлек его сюда Да Он разносится далеко Он сладок Он дразнит чувства Говори Где искать Скрытого? У него логово к западу от города на той стороне озера Найди пещеру возле берега А этот камень откроет потайную дверь Ты меня не проводишь? Я навещаю Скрытого только в крайнем случае Сам увидишь, почему Ты же понимаешь, что однажды я к тебе вернусь Хм В таком случае буду ждать